Добрый вечер, дорогие друзья, рад вас приветствовать на игре Тинни Бинни, да-да-да, рад вас всех приветствовать. Это началось, это началось. Руль Logitech Momo Racing у нас разыгрывается на правах, так сказать, рекламы этого розыгрыша. Я вам заявляю это, я решился, все-таки пересилило как-то, ну, желание не цепляться за старые вещи, за какие-то пересилило то, насколько мне этот руль дорог, скажем так. Так что розыгрыш руля у нас объявляется открытым, просто розыгрыш пройдет 27 августа, дай бог, если стрим будет в этот день, вот 27 августа будет этот розыгрыш. Нужно быть подписанным на момент проведения розыгрыша 27 августа. О нем еще сниму роличек, расскажу как бы про косяки-не-косяки, на самом деле косяков на нем, ну, практически нету. В общем, хорошая руль, участвуйте. Сегодня пилотный выпуск, я еще не видел эту игру ни разу. Я только в шортах иногда ловил какие-то моменты озвучки этой игры, и этим она меня и подкупила, потому что мне тогда не нужно будет читать все это дело, это просто идеальная новелла будет. Всю ночь ветер скребся в окно... А где озвучка? Всю ночь ветер скребся в окно когтями. Он бродил по полям и завывал голодным зверем. Бесконечная песнь велась, словно веревка, сплетенная из самых разных, тонких, вкрачивых, насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чем-то. Окей. 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 Подождите. Немножко попортили. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени. Они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего, и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а Чищоба смотрела в ответ своими глазищами, дуплами, и шуршала, шумела и кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, потом, просто чтобы убедиться, там за кривыми деревьями никого нет. Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение. Мне ведь уже двенадцать. Но все же, но все же. Прекрасно. Итак, началось, походу, что-то. Убери книгу немедленно. Это гениально. Чуваки, мне нравится. Мне нравится то, что она сама себя читает. Это просто потрясающе. Ладно, мама говорит, убери свою книгу немедленно. Сколько раз говорила, не читай за столом. Вредно. Сидишь, ссутулился весь. Вот, распрямитесь, кто сейчас был ссутулен. Мам, ничего так, кстати. Так, ничего не происходит, guys. А, убрать, убрать, убрать. Здесь надо нажать. Вас понял. Интерактив. Я послушно отложил книгу о похождениях Конана Варвара. Все равно я прочитал одну и ту же строчку три раза и ничего не понял. Ага. То есть, маме не стоило бы, в принципе, говорить, убери книгу со стола. Хоть чему-то бы он научился. Оля уже позавтракала и взялась за печенье. Хрустело с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Такая вот фигня. Формирование пищевых привычек сейчас происходит вредных. Я все буравил взглядом манку, словно надеясь, что она рассосется сама по себе. Смутная тревога распирала. Все из-за бессонной ночи. Черного леса, огибающего двор и угрюмого ветра. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковатая белая масса. Будто медуза из подводной лисеи Кусто. Обожаю эту передачу. Я тоже, кстати, в детстве любил эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко. А ночью в холодном черном лесу ложка выпала из руки. Мама плеснула студенным взглядом зеленых глаз. Я достану, сказала Антон. Теперь он читает вместо меня. Десятисекундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. То есть мама манку готовить не умеет. Окей. Нащупали ложку, нащупали пару грешков маманьки. Все, она очень смешно удалилась. А что это такое нацарапано снизу на столешнице? Карина надпись на столешнице. Ха, это ж мамино имя. Видимо, она в детстве накорябала чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была. Мебель портила. Ох, меня бы она за такую неделю ругала. Напомнить ей о шалости? Нет, что-то она не в духе последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? О шорохе на чердаке? О лесных дебрей? Не знаю. Так, вот и первый скример, друзья мои. Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким вкрачивым голосом. Тайга особое место, детятка. Тайга особое место, детятка, говорит бабка. Присматривается, принюхивается. Как и бабуля-то. Словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься, в беде не бросит. А будешь проказничать, схватит зомбачок и утащит с собой под землю. Как и бабушку. Тут и дело с концом. Охуенно. Спасибо большое, бабуля. Бабуля была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Но и настроение, судя по всему, поднять умела. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушал родительские разговоры и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах, как и любая бабка в нашей стране, кстати. Купила себе гроб и назвала его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черное, с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Цвет прекрасный. Дом остался таким же, каким и был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие, сука, неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Это нифига его под столом флэшбэкнуло. Обалде... Таблиц, кстати. Но я пока еще персонажей не знаю, таблицу надо будет делать. Так, я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем и, как хитрый зверек, поглядывал на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндивевшее окно. Снаружи темнели сосны, но они... Но не они привлекали мое внимание. Вот. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! И действительно, лиса. Где? Пиздец. Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. У меня там таблица умножения была все детство, если что. Вроде мешанина из черточек, но если расфокусировать взгляд, посмотреть под определенным углом... Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. С такой мамкой не балуй, так сказать. Я ничего не вижу. Вот, таблетки начали действовать. Живо. Совсем немного осталось. Блин, батя... Батя там вообще не здоровится, мне кажется. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? И действительно. Теперь и я не мог отыскать лису. Она исчезла, ушла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. А вот и бать, вот он. На кухню вошел папа, большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Мама, шутя, все просила папу. Ну сбрей, колется же. Как давно это было. А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Она зажимала уши, когда за стеной раздавались... А, Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради... А, ради вас, отвечал папа. Ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самоубийственное слово на букву Р. Короче, развод это слово. Даже не хочу продолжать. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. Своя лиса. Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял. Вроде нет. Вроде взрослый мужчина. Отец двоих детей. А вроде... По-моему, надо делать таблицу, уважаемая. По-моему, пора... Пришла пора делать таблицу. Да. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Отлично. Включится. Вроде взрослый... Вроде взрослый мужчина. Отец двоих детей. А вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи. Возле телефона. Вот так. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Они еще и моргают. Это просто уморительно. Была! Ты поставил Оле? А, да, Оле прописал. Ну ладно, ничего страшного. Мазюки огромные! Во! И светятся! Вот, смотрите, как она телепортируется. Она вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза. Каждый величиной с яблоком. В прошлом году бабаи в шкафу. Сейчас сова? Ну, я же видела! Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор, хотя я почему-то хотел прочитать «Краснодар». Я бы прям идеально вписывается в «Краснодар» сюда. Да, и батя заставляет кашу жрать, кстати говоря. Но вы не знаете, что такое бабай? Серьезно, вам надо это читать? Правда? Ну, камон, вас никогда бабайкой не пугали в детстве. Заскрепела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ох, этот взгляд! Как же неуютно под его прицелом. Папа фыркнул и ушел, звеня связкой найденных ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из «Русалочки». Какая? Которая... Та-та-та-та-та-тан, та-та-та-та-тан. Under the sea, go... Что там было? On bombsite B. Это была затертая до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто. Их можно починить или склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную, я остался один, обеспокоенно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ой, что? Вот за фак, мазафак. У меня куда-то пропал курсор. Ворочалась в постель или съеживалась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Зачем? Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. Прекрасные мультфильмы. И главное, помогают. Потом Оле привиделась. Это огромное крылатое чудо ща за окном. Она стала одержима совой. Чего только родители не делали. На какие ухищрения не шли, чтобы искренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я и не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные, извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненными детьми. А ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих глазах, сколько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа! Пусть бы что-то случилось, не важно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только и мечтают дать и плеуху. Поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительнее, чем предыдущее. Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую, а ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно. Вы не туда попали. Или Антона нет. Антона нет. Я представил своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу. Кому вообще нравится работа в очках с толстенными линзами? Ну ладно. Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой, но самой стервозной женщине в мире, моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом бетонный, девятиэтажный. Жужжал соседским перфоратором, бубнил телевизором за стеной, плакал на взрыт из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихий и покладистый. Тени отдыхают в углах, паутине чуланов под лестницей, но ночью они просыпаются. Что-то смотрит на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. Кряхтят половицы, стонут ржавые водостоки, чердак населяют гулки-сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе восприятия, пела флейта. Она словно бы сливалась с воем ветра, с поскрипыванием старого дома, с моими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну, хотел убедить себя, что нет никакой музыки, это все мое воображение, что никто не мог играть там, в холодно заснеженные ночи. Итак, окно или что там открылось. Там в поле кто-то танцевал. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к сугробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнилась история о волках, играющих под луной, но это были не волки. Они вставали на ноги, водили хоровод, вздымая в вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Пляска теней в беззвездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Звук критической ошибки Windows 98. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, а я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю мощными прыжками, преодолевая расстояние. Она скользила, не оставляя вмятин на хрупком снегу, а, ну, Насте, короче, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще, еще чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул к кровати, успев рывком задернуть шторы. Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость. Как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо, обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель, укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабуля лежала, скрестив руки с заострившимися чертами лица, похожая на восковую куклу. А по ножкам стульев, на которые водрузили гроб, ползли муравьи. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморщенные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабуля вновь бы увидела внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И, лежа под одеялом, прислушавшись к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове веке, в синем океане, стоит дымовина, в ней сало и глина, волосы седые, и чертям еда. Раба божьего Антона не тронут никогда. Теоретически, это можно положить на какой-то хороший бит, на мой взгляд. Весы забудут дорогу к дому. Мертвые к мертвому, швое к швому. Непонятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под столом... О, под каким столом, блядь? Почему у меня что-то опять под столом? Ёккало, мэнэ. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штором. И тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса. Звук резанул по ушам. Что-то царапало входной двери. Быстро-быстро скоблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому! Живое к живому! Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь. Такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... Дверная ручка робко повернулась. Затем дернулась раз-другой, будто у того, кто пытается открыть дверь, не было рук. Так это ж хорошо, значит, он не попадет домой. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть. Мокрые пальцы комкали одеяло. А одеяло было мокрым. И без этого дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас ты увидишь. Дверь распахнулась. Тьма... Блядь, я не прочитал. Тоша словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепившей углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Тоша. Мышцы живота заныли. Грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь, Тоша? Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Облегчился-таки. Антон. Носик Оли сморчился, а нижняя губа оттопырилась. Верный признак, что секунду на секунду сестра расплачется. Оно опять прилетело и пялится на меня. А-а-а. Я понял, кажется. Да. По-моему, у кого-то шизофрения. Прогони ее, Тоша. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Да Тоша сам там чуть не обосрался. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Обычно этот страх как раз-таки из живота очень быстро уходит. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Не обидит, сказал он. Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. А пойдем к тебе в комнату. Видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик. Почему он, спящий красавица, принц? А у меня это страшная птица. Вопрос застал врасплох. Давай посмотрим Золушку. Мысли путались, расплывались. Что это было? Я что высматривала меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма. Ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной, с обрезанными седыми косами. Это как он к этому пришел? Ну ладно. Пуша, ты идешь? Да, да, сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Спасибо большое всем. На этом стрим заканчивается. Всего доброго. До свидания. Нет. Тоша проснулся. Боже мой. Он вскочил из кровати. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться на доле этой ее совой. Вот такая вот хурма. Звонок в дверь. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Пять человек ливнуло. Так может они буквально просто восприняли, что мол это самое. Что мол все на этом стрим заканчивается. Они такие вещи и ушли. Так, ладно. Мы ведь здесь никого не знаем. В общем, звонок в дверь. Настырные какие. От нелепой мысли, что сейчас, короче, Тошеньку в армию. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. В шкаф. Под стол. За занавеску, когда любит прятаться воля. Боже мой. Погоди-ка сюда. Так. У нас проблемы. К ногам словно гири привязали. Я поплесся в коридор. Потопали. Реально мусора, походу. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривилась и ворчала. Хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул фотографию. Обалдеть. Вот это анимация. Рыжий паренек. Ну, поверим на слово, что он рыжий. Лет восьми был запечатлен на фоне ковра, конечно же. Держал на руках полосатую кошку. Широко улыбался. Хорош, пацан. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю. Да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да. У тебя ведь окна на лес? Нет, не видел. Нет, не видел. Ясно. Голос был усталым, а вот взгляд долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то меня подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно ссутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещина на потолке, которую я почему-то до сих пор не замечал. Там крест какой, кстати, висит прям. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Да не сильно. Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит? Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Карри, глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты, малец на племеша моего, похож. Шустрый парнишка, твоих лет. С такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я, хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стояла не участковая, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки, сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В шестом. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните мне сразу. Отлично. Если узнаете, что. Отличное начало. На всякий случай давай. И милиционеры ушли, унеся за собой тени, запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика. Значит. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думал, каково ему сейчас там совсем одному. Там почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Ну так если у тебя вокруг тайга, наверное. Каково его бедным родителям, значит. И что бы делали мои, если бы пропал я? Да походу не шибко-то кто и расстроился, мне кажется. Плакали, бились в истерике, или обвиняли бы друг друга. Во! Вот этот вариант я выбираю. Или обвиняли бы друг друга, как обычно, а со временем и вовсе забыли. Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так. Бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский уазик укатил к деревне, ковыряя расслоившуюся краску подоконника. Я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии «Черный котенок». Так, что это за серия? Да епта. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений – бац! И раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями и, должно быть, родители ими страшно гордились. Я заметил оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу, и в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Может, найду пропавшего мальчика? А там и награду дадут. Вот Оля обрадуется! И не только Оля. Мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р». Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оля Тамагочи, о себе плеер и много-много кассет, а еще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда в последний раз родители покупали нам игрушки, осенью, кажется, тогда папа потерял работу. Ту самую, о которой пелось в навязчивой песне. Так, «Бухгалтер». Песня-то была. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер, такой-никакой, такой-такой». Не очень люблю комбинацию. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтеры, по-хорошему, по правилам русского языка. Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости, и один шоколадный батончик папа делил поровну мне и Оле. Бывало, я отдавал ей и свою порцию. Как бы мне не хотелось сладкого, она же малявка, не терпелось скорее отправиться на поиски улиц. Пойду погуляю! Ага, сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Да не-не-не, ну тут как бы в такой ситуации мозгов-то, ну, у нее хватило не пустить. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Что они с ним еще сделали? Того хуже пронеслось эхом по коридору. Я рядом буду, в лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Лучше портфель собери или с Олей поиграй. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор кончен, последнее слово остается за мамой. Так, глаз, глаз, глаз. Так, сейчас попробуем. Это распятие висело столько, видело, извините, столько людей, входящих в дом и уходящих из него навсегда. Черное, словно впитавшее в себя все людские пороки за долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки, мама собиралась снять его и повесить над дверью подкову на счастье, но поранилась об острый угол креста и чуть не свалилась со стула. Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его законном месте. Мамина юла, семейная реликвия. Маленькая мама играла с ней, а потом подарила мне. После меня волчка по наследству крутила Оля. Всматривалась в танцующее веретено, словно хотела увидеть что-то, сказочный сюжет или, может, наше будущее. Теперь и сестренка слишком взрослая для этой старой писклявой юлы. Смотрите, куртки вот эти. Родители запрещают мне звонить по межгороду, а так хочется иногда услышать старых друзей. Бывает, я просто снимаю трубку, слушаю тихое уханье зумера и далекий треск. Кажется, быстро... Тихое уханье зумера, конечно. Сейчас приобрело немножко другие оттенки. Тёмная душная кладовка. Расходимся, спасибо, всё. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвии нечаянно заточенного топора. А Оля вообще не заманяешь в кладовку. Она считает, что там живёт бабай. Я как-то пытался побороть её страхи. Отворил дверь. Включил тусклую лампу, мол, смотри, ничего нет. Только паутина, папины инструменты и исцарапанные кем-то стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи. Три, четыре, пять, я иду искать. Намёк понял. И бредёт, скрипя половицами. Робко надеюсь, что не придётся соваться за мной в тесное логово Страшила. Во двор погнали, собственно, куда я и хотел. Мама говорит, Антон! Ты сейчас ремня получишь. Ни шагу до порога. Чёрт возьми. Я хотел. Ладно, видимо, единственный вариант опять снова пойти на кухню жрать манку. Конечно, открыть холодильник. Боковина старого холодильника, океан, была усеяна моими детскими рисунками, мамиными рецептами и разнообразными наклейками от жвачек с динозаврами, которые так любила Оля. Посреди такого натюрморта красовался тетрадный лист в клеточку с номером телефона нашего участкового. Старший лейтенант Тихонов прочитал я про себя, глядя на размашистый почерк милиционера. Лист удерживали два кусочка сломанного магнита из какой-то старой советской игрушки и словно специально, чтобы подразнить меня, чуть-чуть прикрывали цифры. Я потянулся разрушить эту тайну, забрать листок в надёжный тайник. Там номер будет ждать своего часа, когда я, наконец, разыщу Бобу и первым позвоню в милицию с радостным вестью. Антон! Сразу мать ему сказала. Мать с укором на меня посмотрела. Зачем тебе? Не трогай, потеряешь же. Меньше всего мне хотелось сейчас злить маму. Я покорно опустил руку. А что за звук она издаёт постоянно? Обмани, забери лист. Ветхие календари когда-то был любимым развлечением в доме бабуля. Это детство. Помню, как просыпался, первым делом бежал на кухню оторвать листок с ушедшей датой. У бабки было очень весело, судя по всему. Словно от меня зависело, настанет новый день или заплутает где-то в таёжном лесу. На сутки ближе к долгожданному Новому году, на сутки ближе к бабушкиным похоронам. Прекрасно. К этому старому календарю я не прикасался уже много лет. С тех пор, как описания на обратной стороне сменились с забавных пословиц и примет на тёмные и мрачные, вгоняющие меня в необъяснимое уныние заговоры на смерть. И необъяснимое уныние... Не знаю. Окей. Я с осторожностью взял пыльную страницу календаря и без труда сорвал её. К сожалению, жуткие описания из детства так никуда и не пропали. Везут бревно на семи лошадях, если семь не повезут, восьмую подпригут. Это, походу, цитаты ВКонтакте какие-то местные. Далеко увезут и назад не привезут. Это сбудется. Да, не минуется. И портрет Джейсона с Теттэма. Я скомкал серые листы, швырнул его в мусорное ведро в надежде поскорее избавиться от нахлынувшей на меня тревоги. Она расползлась, как черныльное пятно по промокашке. МЧС. МЧС России объявила экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозу синоптиков, к региону приближается циклон, из-за которого ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Будьте осторожны и берегите себя. Так, еще раз говорят нажать на радио. Согласен. Машина, в которой он находился, была обстреляна неизвестными вооруженными лицами. Куплю жене сапоги. Это просто, Леня. А вот она. Так, мы можем датировать год, походу. Это просто, говорит Леня. Кстати говоря, не забывайте, что разыгрывается руль Logitech Momoracing. Никакого обмана. Кто-то из вас получит руль к первому сентября. Еще раз. Время приседать. Что там с газетой? Я тайком заглянул в мамин кроссворд. Очень интересная информация. Она очень сердилась, когда кто-то давал ей подсказки. И мы с папой обожали делать вид, будто знаем правильный ответ. Вот его назовем. Я улыбнулся мимолетному воспоминанию. Девять букв по вертикали. Так Филис темляне называли божество, которое защищало их от укусов ядовитых змей и носило прозвище Повелитель Мух. Я знаю у Короля и Штавла такая песня. Помнят с горечью древляне Хоть прошло немало лет Как Тике Демьяне Чей лежит в лесу скелет Так вторая буква Е Демьян Ладно Обмануть или открыть? Но опять же я в этой ситуации А я бы открыл холодильник Разумеется Значит Океан Кстати У меня тоже такой холодильник был Посмотрим в морозилке что есть Когда-то бабушка А там бабушка короче в морозилке ребят Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оля А теперь хранят бабушку А теперь тут только суповой набор до слипшейся пельменя Фу блин мерзость какая как же они осточертели Согласен Слипшиеся пельмени это худшее В принципе я не знаю на кой черт вообще меня прошло было заглянуть в этот самый холодильник потому что у нас теперь нет никакой опции кроме как обмануть маму судя по всему Ладно в общем нам остается только обмануть маму давайте ее обманывать Лгать маме было нелегко но иначе сбежать из дома не получилось бы Мам там что-то с телевизором случилось Наебал Ха Ха Картинка какая-то тусклая и экран весь в полосах Так это таблица настроечная наверное Мама резко изменилась в лице Без ножа меня режешь Дострелялся воток своих Вот тварь Говорила же посадите мне кинескоп своей приставкой Где мы теперь мастера найдем в дыре ты а Ну поищи в своей дыре Может быть просто настройки сбились Сходи посмотри пожалуйста Да то сейчас сам станет мастером Нормально же работал с утра Из-за снегопада наверное неполадки Ах ты маленький обманщик Мама вытерла руки о фартук и хмурясь отправилась в комнату Оле Так И да теперь у нас можно посмотреть сюда Вообще это гениально конечно 2 0 3 3 7 Все пошли обратно Это зацепка Все пошли во двор Теперь Может Понимаете такие игры потом на крест надо посмотреть помолиться перед выходом и так далее Здесь все равно ничего не учтешь Я открыл калитку вышел в поле Осторожно чтобы мама не увидела меня из окон Когда я преодолел половину пути до леса сугробы доходили до колен Вы поняли Вспомнились ночные страхи Примерно здесь я видел те силуэты Здесь они кувыркались прыгали хороводили Музыка заиграла в подсознании гипнотизирующая и влекущая При свете дня те далекие фигуры казались просто сном Солнце испепелило кошмара но осталось послевкусие отдаленный звон в ушах изломанные тени ползущие передо мной по снегу и чуть слышный шепоток в голове неясный почти ласковый Вот они пошли шепотки в голове пацаны было тихо так тихо будто в мире не осталось больше ничего ни земли ни неба ни родителей ни Оли будто время закончилось уперлось в тупик и чистокол из сосен тишина порой бывает страшнее криков родители кричали друг на друга мы с Олей каменели прислушиваясь к перепелкам но потом наступила оглушающая тишина квартира онемела за несколько дней до нашего переезда и уже вспоминалось с трудом точно это было в прошлой жизни что когда-то мама с папой шутили смеялись проводили много времени вместе и когда целовались при Оле они всегда морщились и что а когда целовались при Оле она всегда морщилась и забавно фыркала в один день все изменилось нечто важное ушло из нашего дома а что-то страшное заполнило образовавшуюся пустоту словно вспыхнул пожар и родители среди ночи в ппхах собирали вещи спасая себя и нас от кого не от тех ли людей что иногда появлялись в нашем прежнем доме людей с ледяными как у мертвецов глазами Джон Сноу будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле а где-то далеко предупреждая надвигающиеся опасности надрывалась сирена я вздрогнул прогоняя наваждение и осмотрелся если что пацан на спорте посмотрите такая неприятненькая только я это белое поле и ветер что гонял по снегу ледяную пыль и хвосты пороши щурясь от солнца я смотрел лес где царил мрак на фоне ослепительной белизны он был необычайно темен узловатые корневища змеялись под снегом прелые листва и хвойные иглы вмерзли в лед сухие колючие ветки переплетались навевая неуютные мысли о решетках защищает ли он лес кто что или наоборот удерживает нечто внутри на одной из острых веток что-то висело увязая в сугробах я пробрался ближе почти к самой границе леса и увидел вязаную варежку точно раненая птица среди изгладавшихся потемок может отнести ее милиционерам их старший хоть и выглядел угрюмо напомнил мне капитана казанова из моего любимого сериала улица разбитых фонарей такой же полной тревоги с усталым взглядом но при этом храбрый и сильный поможет ли ему варежкой найти пропавшего мальчика вова послышался далекий крик кажется у реки вова словно сами деревья звали кого-то вова подхватили уже ближе там за деревьями кто-то стоял хоронился вова кричали я понимал скорее всего кто-то ищет пропавшего мальчика но все же было что-то странное в той фигуре в ее неподвижности в том как она неестественно клонилась к земле в ее черноте там никого нет лишь ветки и корни просто мое воображение где-то громко захлопотала крыльями птица и стукнул контакт от дерева отделилась тень и скрылась из виду я на секунду отвлекся а когда вновь посмотрел на то же место фигуры уже не было ефать калаврати долго очень долго стояла тишина так мускулы мои были напружинены сердце грохотало в горле любой шум малейший намек на движение шепоток исчищеба и я брошусь бежать но ничего не происходило так я вновь посмотрел на варежку взять или убежать да взять конечно я пришел в эту игру чтобы у главного героя были проблемы конечно взять я принял решение снять одинокую варежку сверху ха-ха-ха это ха-ха-ха вова ха-ха-ха кудак ха-ха-ха ой господи это очень смешно крик прокатился по полю и рассеялся вдали без эха без надежды на отклик так ха-ха-ха-ха уморительно шагнув к щетинишемуся деревьям я попытался снять свою находку давай братан она не поддавалась я потянул сильнее ветка хрустнула варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталась у меня в руках слишком тяжелая мокрая я невольно жал ее на снег тонкой струйкой полилась что-то желтое над сугробом заглубился пар вот они все теперь в школе не поздороваешься ни с кем я замер с отвращением разглядывая ладоня красная треск веток вторгся в наступившую тишину не раздумывайся я бросился прочь хе-хе-хе-хе-хе-хе хе-хе-хе-хе-хе хе-хе-хе-хе-хе хе-хе-хе... хе-хе-хе-хе кто-то мчался из темноты ломая синик стремительно я не могу с того как отбежит я просто не могу это варительно у меня рот устал смеяться кто-то просто я не хочу это перелистывать кто-то мчался из темноты ломая синик стремительно сокращая расстояние ноги вязли в снегу в голове металла метались безумные мысли сейчас схватят сцапают утащат в чащу навсегда но был другой голос наверное голос разума он придавал сил ускорял бег ты сможешь не останавливайся позади раздался звериный рык так такой громкий что уши заложила казалось рычит не одна казалось рычит не одна голодная тварь а целая стая тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх сверху за словом захлопали два гигантских крыла огромная тень пронеслась над поляной что-то заухало захрипела теперь уже рычали со всех сторон из сухого малинника из-за перекрученных ели из-за бурелома быстрее беги не останавливайся словно в дурном сновидении снежная поляна стала вязкой как зыбучие пески я топтался на одном месте вырывал ногу из рыхлой ловушки чтобы попасть в следующую еще более глубокую я продолжал тонуть погружать глубже с каждым отчаянным рывком разве снег умеет так держать я завопил от ужаса сообразив что это не снег что кто-то в сугробе схватил меня за штанину собрав все силы в кулак я ринулся вперед давление исчезло ботинок высказал из ямы подошва оттолкнулась от твердой поверхности одним прыжком я достиг расчищенной тропинки оттуда помчался к дому его угрюмый фасад уже не казался враждебным дом был моей защиты от хлопающих крыльев теней от ползущих под снегом существ я споткнулся о порог и врезался в дверь в попыхах различая на ней царапины различил словно пес был бил лапами по дереву требуя чтобы впустили погреться уходя на прогулку я не заметил этих глубоких рытвин стук сердца и ушах заглушал прочие звуки я не слышал кто идет за мной что если она уже в двери а мама заперла дверь захлебываясь страхом я дернул ручку то покорно поддалась и вот он дома я валился в коридора тут же захлопнул дверь доски крыльца тихонько запищали то преследователи поднялись доски крыльца тихонько запищали то преследователи поднялись по ступенькам у меня соскальзывали пальцы никак не получалось защелкнуть замок стисну зубы я дернул железный набалдажник загоняя запора в планке я таращился на дверь за переграды тонко и жалко бесполезно бесполезнее одеяло кто-то стоял хритлое дыхание проникала в дом и накатывала волнами отчетливо пахло хвоей и потом мама взглянула из кухни с бесстрастным голосом каким часто говорил с отцом отчеканила я случайно я покатился на дверь запах исчез вместе с ним и дыхание если там и вправду кто-то дышал здесь пяти метрах от мамы страх понемногу ослабоевал таял как снежок в тепле и вместе с ним и остатки сил ноги подогнулись я оперся в стену чтобы не плюхаться на пол вдруг мамин лицо изменилось ледяная маска строгости отстраненности мигом слетела мама стала такой же когда была до всех этих ссор этому там ссср написано было она наконец увидела мое состояние мои облепленные гроздьями снега мокрые штаны я тебе что говорила чтобы ты дома сидел я и для тебя пустое место я испугался что она расплачется потянулся к ней как в детстве когда просился на руки но мама успокоилась и вновь стала прежней ее глаза блеснули сталью и голос зазвенел а сигареты пропали признавайся ты их стащил курить бегаешь там там за мной кто-то гнался я думал меня пытаясь объяснить я начал заикаться слезы подступили к горлу мама склонилась и обнюхала меня по звериному выискивая запах табака потом хмуро прищурилась и с недоверием смотрела на во двор и тут же изменившись в лице прикрыла рот ладошкой кто они то сердце лихорадочно забилось будто я снова был добычей а загонщики преследовали меня в поле я готов был поклясться снаружи кто-то заскребся в дверь точь-в-точь как в моем кошмаре мама поманила пальцем я кое-как набравшись смелости выглянул в кухонное окно али в лицо своему страху сквозь зимние узоры на стекле были едва различимые косматые силуэты барахтавшиеся в снегу собаки всего-то мелкая свора дворняк без имени и хозяина лишь издалека напоминавшая голодных страшил живущих у кромки леса божечки ты их испугался тебя перепугаются антон они гнались за мной мама года просто зайцем улыбка медленно исчезла с маминого лица теперь мама смотрела по-другому словно впервые видел этих собак они нападут на волю то есть тебе блять олю жалко а меня тебе не жалко я уверен что если они нападут на волю вот бы твой отец их всех перестрелял мама они живые а что ты уж определись они тебе друзья или враги не маленький ведь уже мама хмыкнула и мне сделалось невыносимо обидно да так что я прикусил губу и уставился затянутый паучьими паутиной короче угол сыщик из меня конечно никудышный я рисковал и рисковали не жизни перед чудовищными монстрами а своими брюками перед блохастой шайкой тупых дворняк и ради чего все сдалась мне эта варежка конечно в руках чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика с которой как оказалось и не расставался все это время вот мой козырь настоящего детектива я поспешил предъявить улику маме мам смотри это вовина варежка ну того про которого утром милиция спрашивала так ты не видел этого вову ни разу она вся в крови на дереве висела вон там могу показать давай в милицию скорее позвоним как нас участковый просил мам гляди на скривившимся мамином лице появилась тень недоверия словно воспоминания о чем-то давно забытым так люди пытаются вспомнить сон но образы ускользают а ну-ка прекрати сейчас же поля тебя услышит с ума сойдет согласен с олей надо быть поосторожнее она и так не спит на все подряд жалуется еще и ты со своими шуточками мать года просто теперь я видел что мокрый варежка была от снега были ну пацана очень все плохо с крышей почему есть хоть одна здоровая новелла никакой крови от стыда хотелось сквозь землю провалиться иди сюда паникер да не стой столбом вот таблетку на быстро пей вот таблетка да таблетку всем надо выпить в этой семье на мою ладонь упала золотистая пилюля напоминающая мертвую асу я уже пил сегодня за завтраком поприрекайся мне еще сказала дома сидеть нет же был бы отец выпорол сейчас же выпей а то ночью не уснешь тебе ведь в школу завтра что они там пьют интересно пришлось проглотить горкое лекарство запифывание менее противной водой с привкусом хлорки может это было и не вовина рукавичка может не рукавичка вовсе таблетка начала действовать ребят как и чудовище из леса и олина сова я схожу с ума что со мной происходит то ли таблетка подействовал моментально то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх пришло спокойствие заветное безразличие какое зевотное простите безразличие фига вашу маму как говорится и там и тут показывают да антон выпил можешь закусишь раздевайся уснул что ли нет мам просто задумал интересно о чем же так глупости всякие да что там за таблетка так что его расплющила димедролом что-либо кормят но мама смерила меня подозрительным взглядом словно сомневаясь что перед ней родной сын а не какой-то притворщик явившийся из леса все нормально пиздец а вот и биполярка у тебя такое лицо было когда милиционер про окно спросил все нормально мам но я с такой мамы тоже бы таким броз блин родился хорошо дом бы будто изменился потускнела диванная обивка на кафеле в ванной отпечатали следы чьих-то пальцев лампочки светили иначе тускло и желто даже привкус слюны во рту казался другим со второго этажа послышалась мелодия аладдина оля пересмотрела свои любимые серии русалочки переключилась на другие кассеты я неспешно разделался задержался придумывальником разглядывая в зеркале свое отражение словно изучая ребус найди отличие потом поднялся по лестнице умолкли голоса джафара и яга я прошел мимо оленой спальне и уткнул свою комнату перекрученные ветви деревьев вдали и заснеженное поле между домом и лесом нагоняют зевоту образ остеро спасибо большое за музон но иногда я ловлю себя на том что забывая про уроки смотрю в окно на обледеневшие кроны а вот все таки у нас видимо я кликнул на окно это было то что происходит в окне а хотел посмотреть то что здесь центре я мечтаю стать художником с тех пор как папа купил мне первые комиксы журнал муха самый крутой я особенно люблю большой космический выпуск с инопланетными монстрами и смешную серию про жандарма с тех пор я рисую все подряд и вроде бы получается неплохо когда-то в мухе опубликовали мое письмо может и мой комикс однажды там напечатают вроде бы я все здесь отсмотрел на мой взгляд давайте открывать ящичек один из ящиков стала пустовал туда я спрятал варежку вместе с номером телефона участкового отлично такое простое действие отнял у меня последние силы и только тут увидел за шторкой кто-то стоял этого сеструха больная на голову подел моя рука бессиленно упала мой член лекарство тому вино или пережитый стресс но комната колебалась словно ветер надувал стены как парусину углы плыли и изгибались только силуэт между подоконником и гордины оставался неподвижным но сеструха тоже приняла от облитоса ткань облепила притаившегося гостя точно саван подумал я ему 12 лет он не знает что такое саван воля оля олька это ты кому же там еще стоять я встал с кровати облизал пересохшие губы оля очень смешно силуэт не шевелился штора мягко обтекала контуры будто не человек а уплотнение мрака я потянулся к шторке тук 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 стучало отрегулированная таблетками сердце ветер в поле пел ста голосовым хором на секунду захотелось вернуться в кровать лечь и смотреть на человека за шторкой зная что он смотрит в ответ смотрит не моргая ждет когда ты уснешь пластмассовые кольца зашуршали о карниз когда я рывком отдернул шторку я сразу понял что это ты как говорится съебанутых спросу нет да я сразу понял что это ты на фоне предзакатного солнца над оленой головой вспыхнул ослепительный нимб опять же читаю то что думаю ослепительный гриб думал я вспыхнул над оленой головой тоже тоже принципе вариант словно моя сестра светилась когда воля была совсем крошка и папа частенько говорил что она светится от радости но потом проверил ее счетчиком гейгера я возражал она же не фонарик чтоб светиться но однажды поднес свою к окну и солнечные лучи попали на ее улыбающиеся личико казалось я держу на руках ребенка сотканного из света что-то видела что ты видела что ты спрятал вылитая маленькая мама еще до того как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон чего просто поля подбежала к столу спросила округлив глаза что-то украл и теперь прячешь ты вор что глупая ничего я не крал вспыхнул четкий образ варежка висящий на суку а вдруг я и украл прикиньте он реально украл и у леса у склонившегося силуэта за деревьями оля когда хотела могла быть капризной напористой поклянись что никому не скажешь тогда покажу она заговорщицки улыбнулась клянусь маминым сердцем добрая девочка клятва услышана ею в старом фильме про пионеров что мы смотрели однажды не говори так оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик любопытство переполняло ее плескалась в огромных глазах я выдвинул ящик и заклонилась затаив дыхание казалось там лежала не просто рукавица какой-то диковинный зверек это чья-то варежка и оля получает 300 очков за догадливость она сказала ты с такой интонацией будто сама не могла понять что один мальчик потерял и сам потерялся теперь понимаешь как опасно гулять в лесу особенно детям ему наверное там очень холодно найдут обязательно но без варежки участковый по домам ходит всем фотографии его показывает оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки а почему он по домам ходит они по лесу боится потому что по лесу некому показывать фотографии вопрос застал врасплох милиционеры ничего не боятся и лес они прочесали да как же мелькнула в затуманенном сознании проверяли ли они в самых потаенных уголках детьма холод и шепот обледенелых ветвей допустим да но почему тогда не нашли варежку как она появилась позже для меня я сменил тему словно попытался отвести олю подальше от чаще если я сам найду пропавшего мальчика нам может награду дадут кучу всякого как в поле чудес клёво же она словно не слышала меня она тихо спросила и буравила леза взглядом внимательных каких-то удивительно взрослых глаз что если это сова его утащила конечно не может сова поднять человека но вот что я тщательно подбирал слова вытаскивая их силком из переутомленного мозга я снесуся мне кажется он какой-то как бы сказать проклятый что ли точно как в сказке как в сказке нет скорее как на той страшной кассете что родители прячут оля поежилась и украдкой выглянула в окно я видела как ты убегал за тобой кто-то гнался нет просто чтобы мама не волновалась спешил домой я смотрел на сестру на сестру и сердце обливалось кровью до чего же она хрупко как легко погасить этот свет подует ветер и затушит лампадку значит у антона честно мне он что-то все меньше и меньше нравится пока в этой семейке самые адекватные это бать вот подует ветер и затушит лампадку хорошо тебе меня вот мама не пускает даже на крыльцо как принцесса в башне с гачи фильмами куда не могу выйти так и умру тут от скуки не придумывай от скуки еще никто не умирал это неправда у тебя же есть я и мультики а мама с папой скоро помирится это тоже неправда следующий день рождения чтобы родители тоже в детей превратились и мы бы все вместе играли как раньше я знаю даже одного певца который также загадывал ага размером жука то мы бы их в спичечный коробок посадили тоже пойдем один осмотреть усталость была сильнее желание побыть сестрой меня одолела какая-то гнусная апатия вымотался я что-то не хочется напоминаю пацану 12 все время можно выбрать другой мультик который ты еще не видел да я все наши кассеты наизусть знаю потом потом мам с папой свои видосы записали поверх так давай попозже рассказать тебе чем все закончилось утром расскажешь утром не захочу какое утро там день посмотрите придумала а давай в прятки да нет оль тогда нарисуй мне динозавра оля блин у каждого члена семьи по диагноза шикарно нарисуй доставьте меня в покое слова сами сорвались губ я даже опешил прежде я так не перее не короче не кричал на сестру ошеломленная оля уставилась на меня губы задрожали предвещая неминуемые слезы годливость и стыд заклокотали в груди что со мной происходит я спешил опередить олен плач ладно давай смотреть мультики только недолго ошибка джокера кстати да но ладно не буду сейчас я ему и так уже 5 баллов списал антону я пошел к ней положил ладонь на мягкие волосы это никак никого еще не успокоила питер пену посмотрим я улыбнулся поднял ее подбородок глаза были мокрые бездонные усну обещаю а потом я тебе целого трицератопса нарисую ну все антон сейчас это самое проштрафился ну почти она протела раз два три она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой давайте погнались как кассету оля исчезла в дверях а я поплелся в соседнюю комнату и здесь у нас снова глаз вилка в глаз так сказать или посмотрим что в комнате свинья копилка оля собирает деньги на настоящего щенка так как папа говорит что содержать его будет дорого весьма кстати неплохое решение вот эти мне эта игра нравится бесчетные полина игрушки самое главное среди них старый плюшевый медведь он без него не засыпает а когда спит зарывается носиком его мех смотрим что за окном то самое жуткое окно за которым каждую ночь оля видит проклятую сову караулищую в темноте днем оля держит шторы раздвинутыми но в сумерках плотно зашторивают окно чтобы не видеть глядящих снаружи жадных глаз старый телевизор фотон пылился в углу оставалось только щеканой кнопкой на передней панели посмотрим что здесь кинескоп нагрелся а на черном экране привычно заплясал белый шум я было потянулся включить видеомагнитофон как вдруг ряд улеглась и на мгновение вынурнала размытая картинка это был мрачный таежный лес такой же как у меня за окном искажение разделяло экран прямо посередине из динамика доносилось нечто зловещее едва похоже на человеческую речь но не прошло и нескольких секунд как пейзаж снова замело помехами неужели ловит новый сигнал на местном телевидении показывают только советские мультфильмы да и те очень редко раньше всегда смотрел роботек перед школой вот же было здорово может пошевелить антенну вдруг поймает тот самый канал но с другой стороны воля просил найти кассету нехорошо будет опять ее расстраивать и это сонливость сил нет делать все скопом вот нам по ходу выбор дадут искать или настроить но честно я тут даже спрашивать никого не буду я буду искать потому что ну и так как проштрафился с этого канала в общем-то только психику себе драконить давай-ка искать будем может быть здесь какие-то интересные кассеты есть я прошерстил полки заставлены куколами голубыми бегемотиками с киндер сюрприза значит нужная кассета нашлась по стертому голубому корешку я вытряхнул из коробки черный прямоугольник так зашуршала пленка перекручиваясь к началу ее шелест убаюкивал меня сидящего на корточках перед экраном окутала дремой в голове завертелось образом и соли летим над лесом кувыркаемся на мягкой перине облаков сестра смеется а я улыбаюсь на улыбку с каждой секунды все натянутей я замечаю что облака раздвинулись под нами а внизу ощетинились сосны между деревьях хлюпает болотистая тьма крылья уже не могут удерживать нас и воля не смотришь без меня приперлась со сгущенкой в руках у сестры был поднос с криво нарезанным хлебом и целый банк изгущенки я протер глаза садись мама с папой опять ругаются у них сейчас период такой глупый какой-то период это период такой на экране венди убирала в комод ткань петера пена олю веселила мультяшная собака на она родители собачку купят мечтаю в одну руку сри в другую как же и посмотри которая наполнится быстрее оля намазала ну на остаток на сдачу так сказать оля намазала хлеб толстым слоем сгущенки вручила мне бутерброд а у тебя все молочные зубы выпали конечно а то сейчас и после сгущенки обычные выпадут она озабочена нахмурилась папа может такое я понял почему они здесь с чего это папа будет документы подделывать потому что может она куснул бутерброд и сказала с набитым ртом будет-будет мама говорила что он так делал а я подслушала я все понял смотри уши вырастут как у дамба оля всполошилась потрогала себя замочку я улыбнулся тайком сестра замолчала теперь она уминала хлеб наблюдая за похождениями питер п так короче пена фея динь-динь и джеймса крюка очень небольшой кстати отрывочек был с голосом володарского или гаврилова не знаю точно словно действительно переместила в сказочную небыляндию что грехота эти я часто представлял себя там в стране где не взрослеют не ссориться из-за пустяков не слушают ночами ругань за стеной и звон посуда я будто задремался открытыми глазами ты обещал не спать сестре в реальности вернул резкий оклик сестры начинается мы приехали гайз опять все по новой миша все да что ж это такое-то болинский ладно все штору задерни пошли задергивать штору загнали зачем тупой вопрос антон тупой вопрос никто же на тебя не смотрит уже темно а когда темнеет прилетает сова хе-хе-хе-хе-хе я... я боюсь а с утра вылезает черепаха ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха старался при этом не смотреть наружу на пике сосен на тайгу которая в сумерках словно приближалась к дому хотя конечно это лишь корябающая снег тени создавали впечатление что сосны двигаются Тоша, мама думает что я напридумывала про сову и папа считает что раз я маленькая то значит вружка а сова есть вот честная причестная есть она ты же мне веришь я... посмотри в мои честные глаза Оль ну что она там и каждую ночь прилетает и... я порывисто взял Олю за руку посмотрел в глаза словно пытаясь передать ей каплю смелости и уверенности но если это качество во мне самом я тебе верю слышишь ты только родителям больше не рассказывай про сову у них и так хлопот по горло они только рассердятся ты мне говори если что случится и в окно не смотри но она хочет чтобы я смотрела я уже хочу им дурку вызвать перехочет притворить что ее нет и не было никогда что она выдумка как родители говорят и ждать надоест она улетит мы следили за приключением петра пена будто не было ничего не леса который похищал детей не родители которые поедали друг другу по кусочку капитан крюк уплётывал от крюкодила капитан пэн направлялся в лондон на золотом паруснике да все правильно прочитал чудом я пересидел сестру олина веки слиплись она засопела опустив подбородок на из головы кровати я встал осторожно и покинул детскую я смотрел в окно изучая поле когда мама заглянула ко мне давай мама пришла да блять я стою в окно смотрю мать что с тобой не так ты больная блин женщина какое баловство ой у меня там извините случайно получилось это был рейтинг шиза шиза по маминой линии шиза по маминой линии я вам отвечаю по маминой линии завтра первый день в школе ложись тебе надо выспаться не хочешь же ты чтобы тебя все дразнили соней как же у взрослых все просто словно мой крепкий сон будет залогом того что понравлюсь наклассникам натянув я под горло я слушал как бормочет дом как в темных углах шурчит кто-то невидимый внутренний голос задался вопросом хочу ли я снова услышать ту странную флейту если нет возможно я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания лес стонал до стенал за преграды стен что-то бесплотно бродила по полям шевелилась ветви будто будто звенели и ветер выл и был в ночи мысли как назойливые мухи что лезли в голову становились вялыми и путанными я сам не заметил как провалился в сон и все-таки он настал первый учебный день который я боялся больше всего вот он эпизод 2 время поиграть ну и на этом моменте я считаю абсолютно точно можно сегодняшний стрим наша так сказать заканчивать смысле прохождения то напоминаю пользуюсь случаем что logitech momoracing разыгрывается 27 июля 27 августа будет у нас собственно говоря розыгрыш производится и на этом буду с вами собственно говоря прощаться уходить в титры большое спасибо ахмеду сумраку бабайке сириусу японцу значит сейчас еще раз дожди как правильно иосифу арсику большое спасибо и разумеется брасойстеру ахмеду сумку в и